Что-то роликов давно не было. Вы уж подумали, что я ленился и ничего не делал? А я бухал. А так как я не только русский, но и житель культурной столицы, то еще и под Салями. А теперь о грустном. Я выжил. Поэтому сразу реклама. Шучу! Я не настолько конченый и продажный. Я вас уважаю. Так что она будет позже, когда вы не ждете. А сейчас поговорим, возможно, о лучшем сериале, который выходил за последние... два дня. Пацаны. Не эти. До этих мировому кинематографу еще далеко. The Boys. Все мы когда-то мечтали стать суперменом, вуменом или радиоактивными людьми со сверхспособностями. И, судя по последним тенденциям, мечтать осталось недолго. Так вот, думали ли вы, что осуперменившись будете спасать планету, защищать слабых и платить налоги? Или же, скорее, грабанули бы банк и рентгеновским зрением подглядывали в мужской душевой? Вот и сериал думает, что Питер Паркер стал бы не пауком, а гнидой. Ворующим пенсию у тети и обнося чужие хаты с криком «Я дружелюбный сосед». Да и что ему сделать, когда в него хрен попадешь, а по силе он не уступает горилле? Про супермена вообще молчу. Вот и как таких призвать к закону? Об этом и данный сериал. Честно, я скептически отношусь к супергеройке. Оно и понятно. Мне же все-таки не 28, я уже не ребенок. В суперменов, в Дедов Морозов я не верю. А вот Винкс реальны. Так что по сериалу? С первой серии сразу понятно, что подходит для семейного просмотра. Кровь, кишки и я даже заметил одну бебру. Коротко расскажу, в чем там завязка. Субтильный паренек Хьюи прогуливается со своей барышней. Как вдруг ее разносят на молекулы местный флэш под кайфом. Но ему за это ничего не будет, так как всех супергероев крышует могущественный тикток хаос. Супергеройчики, всемирные суперзвезды, приносят много денег, мерч и вся фигня. Поэтому бедному Хьюи предлагают подписать отказ от претензий и чек на круглую сумму. Но парнишка отказывается. Далее его находит Карл Урбан. Представляется црушником Билли Бутчером и предлагает прищучить горе Спитстера. Накопав на него компромат. Для этого Хьюи нужно сходить в тикток хаос и под предлогом отказа от претензий поставить жучок. Ну и конечно паренек все залажал. И дальше начинается полный пиздец. Обычно основой всех супергеройских произведений является дихотомия добра и зла. Хорошие дерутся с плохими и все такое. Но в пацанах плохие противостоят еще более конченным. А однозначно положительных персонажей практически нет. Трэш льется рекой. Тот же Билли Бутчер, который тут главный борец за добро, по факту просто законченный маньячелло. Садюга каких еще поискать. А знаете почему Бутчер такой злой? Все потому что у него кэшбэка не было. А вот в Тинькофф банке есть дебетовая карта All Games с классным дизайном от Лезискуэр и крутецким кэшбэком. До 9% кэшбэка за покупки в Тинькофф играх. До 2% кэшбэка с покупок электроники, такси, кафе и прочих развлечений. До 30% за покупки у партнеров. Список предложений постоянно обновляется. А если деньги не тратить, то приходит 4% годовых на остаток по дебетовой карте. Если вы оформите карту по ссылке в описании, то получите Welcome Cashback на первой покупке. Плюс 15% за доставку еды и 10% за технику. Но самое главное, среди владельцев карты, которые потратят по ней 10 тысяч, каждый месяц разыгрывают 100% кэшбэк на приставки PlayStation 5, Xbox Series X, Nintendo или ПК до 50 тысяч рублей. И полный кэшбэк на любые игры до 3,5 тысяч. Розыгрыш проходит каждый месяц до конца года. Один приз на 50 тысяч и 10 по 3 500. Настало твое время выигрывать. Торопитесь, таких карт осталось немного. Ссылочка в описании. Карл Урбан влился в роль, как будто для него и была написана. Вообще считаю его одним из мега недооцененных актеров. Я даже лайкнул его фотку, так что сейчас дела у него пойдут в гору. Второй изюминкой сериала однозначно является Хоумлендер. Которого уже многие окрестили одним из лучших антигероев в истории. И это однозначно тоже заслуга актера. Он тут настолько крут, что может даже реплики не говорить. По одним гримасам и взгляду все понятно. Остальные лицедеи тоже играют достойно. Но сериал держится именно на этих двух. Однако мой любимец это вот этот. Каждое его появление это парад лулзов и кринжа. Вообще пацаны, это одна большая сатира. На все, что происходит в современном мире. И это круто, что авторы не боятся шутить над шоу-бизнесом, религией, политикой. И даже, упаси господь, над повесточкой. В нынешнее то время. После просмотра всех пока что вышедших сезонов. И даже классного спин-оффа о Сатанелы. Я решил прочитать комикс. Так сказать, ознакомиться с первоисточником. И знаете, сериал-то еще довольно лайтовенький. Потому что в комиксе накал жести просто запредельный. После Энимал Кроссинга я конечно парнишка подготовленный. Но даже мне от такой жестокости было не по себе. Однако перед сценаристами сериала снимаю шляпу. Ибо адаптировали действительно шикарно. Изменения в сериале по большей части даже улучшают историю. Она стала глубже. Однако из-за этого писаки сами себя загнали в некоторые сценарные ловушки. Особенно это прослеживается в третьем сезоне. Когда персонажи начинают делать вещи, до этого им не свойственные. Но видимо без этого никак. Да и не очень критично. Все равно вышло классно. Да, я понимаю, что идея про неоднозначных супергероев далеко не нова. Но пацаны, пока что самое яркое ее воплощение. Подытожить могу так. Пацаны это супергеройка для тех, кто ее не любит. Например, я вот уже давным-давно устал от всех этих Войны Бесконечности. И тем приятнее, что появляются такие прикольные им противопоставления. Кстати, если вам зайдут пацаны, то следом смело можете включать мультсериал Неуязвимый. По уровню годноты они очень схожи. Ну а на сегодня все. Подписывайтесь на телеграм, инстаграм, ставьте лайки и до новых встреч.